МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лилия Салаватовна рассказала о первоочередных задачах, которые стоят перед муниципалитетами, куда начали приезжать вынужденные переселенцы с Украины. Всего по официальным сообщениям самостоятельно в республику прибыло около 200 человек. Также осуществляется организованная доставка в центре временного пребывания. Более того, с каждым днём число беженцев растёт. Для более оперативной работы по оказанию помощи гражданам, прибывающим в город, рекомендуется пройти регистрацию в управлении миграционной службы. На сегодняшнее число в город Кумертау поставили на миграционный учёт 16 иностранных граждан, граждан Республики Украины, которые прибыли из Луганска, Донецкой области. Из 16 человек 6 детей и 10 взрослых. То есть это 6 семей, 6 полных семей. Для получения статуса о временном убежище иностранные граждане Республики Украины должны обратиться в нашу службу, встать на миграционный учёт, затем собрать необходимый пакет документов, который включает в себя медицинское освидетельствование, паспорт, удостоверяющий личность иностранного гражданина, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, подтверждающий, что это полная семья. При получении российского документа, статуса этого о временном убежище, граждане Республики Украины имеют право на равне с гражданами России осуществлять на любом предприятии, в любой организации, трудовую деятельность и также обращаться медицинской помощью в учреждения здравоохранения. Дети также могут учиться в российской школах. В городе Кумертау штаб по оказанию первоочередной помощи гражданам, прибывшим с Украины, находится по адресу Ленина, 23, в здании комплексного центра социального обслуживания населения, куда могут обращаться как граждане, нуждающиеся в помощи, так и те, кто желает оказать поддержку. Открыты телефонные горячие линии 429-59-467-38 для граждан, прибывающих с Украины, по вопросам социальных услуг, мер социальной поддержки и трудоустройства. Штабом разработан алгоритм межведомственного взаимодействия, где включены те учреждения и организации по тем вопросам, которые будут необходимы для прибывающих с Украины граждан. В гуманитарной помощи нуждаются и те, кто по определенным причинам не имеет возможности выехать с конфликтной территории. Для них в нашем городе организован сбор средств по адресу Горького, 11, в здании Рекаце. Сюда можно принести предметы гигиены, обувь, одежду, теплые вещи, постельные принадлежности. Только с одной оговоркой – вещи должны быть новыми. Вопросами распределения вещей для беженцев и для тех, кто находится на территории Украины, занимается штаб. Все направления оказания помощи беженцам с Украины обсуждались на расширенном заседании штаба. В него входят представители здравоохранения, управление миграционной службы, Роспотребнадзора, социальных служб, МЧС, управление образования, отделы внутренних дел, представители бизнес-сообщества, общественность города. Деятельность штаба находится на контроле главы администрации города Бориса Беляева. Он же является председателем штаба. Борис Владимирович отметил, что оказание помощи беженцам с Украины – вопрос государственной важности. Сегодня мы четко проговариваем механизмы взаимодействия всех членов штаба, всех служб. Проговариваем режим работы штаба, основные координаты и зоны ответственности каждого члена штаба. Наша же с вами первейшая задача на сегодня – правильно организовать работу с самостоятельно прибывшими гражданами в наш город. Соответственно, с теми рекомендациями, специально разработанными, каждым министерством для упрощения различных долгосрочных процедур. Участники совещания обсудили все вопросы, с которыми могут столкнуться граждане, прибывшие из Украины. А содействие им нужно как в обеспечении самым необходимым, так и в оформлении документов в трудоустройстве. Не менее важным является вопрос вакцинации. Так, например, если изначально прививку делали только против кори, то теперь по распоряжению Главного управления Роспотребнадзора прививать будут по всем инфекционным заболеваниям. Если на руках у родителей нет обиждающих документов, естественно, у них прятки будут, то согласно возрасту ребенка, согласие родителей, мы должны проводить прививку не только против кори, истерии, там, проснувка, шуберкулез и все остальные инфекции, которые идут по национальному мониторингу. Члены штаба отчитались о запланированных работах и проведенном мониторингу ситуации, сколько человек обращались в те или иные службы и о том, какая мера поддержки будет оказана. На совещании также принято решение об организации сбора денежных средств. Финансовые средства можно направлять в благотворительный фонд с пометкой «Беженцам Украины». На сегодняшнем заседании штаба глава подчеркнул особо провести широко разъяснительную работу среди жителей нашего города и кто готов перечислить деньги, а это могут быть как граждане отдельные, так и трудовые коллективы, у нас будет возможность это сделать перечислением в наш благотворительный фонд. Все реквизиты мы широко дадим с пометкой «Беженцам Украины». Эти финансовые средства также будут распределяться по необходимости для семей, для покупки чего-то или в качестве просто денежных средств. Мы эту форму специально предлагаем горожанам во избежание работы с сотрудничеством, какими-то мошенниками, потому что, к сожалению, таких может появиться много. И наличные, когда собирают деньги, это всегда вопросы. Каждый человек хотел бы увидеть результат, куда конкретно пошли эти деньги. Когда собираем наличными средства, проследить бывает очень сложно, а иногда и невозможно. Поэтому лучшая форма – это все-таки перечисление. На сайте города будет четко вывешиваться поступление этих денег и, естественно, распределение. Штаб будет собираться еженедельно. Айгуль Мухамедшин и Ильин Раминов. Новости.